На Шукшинском кинофестивале свой игровой документальный фильм о Якутии, а называется он «Интересная жизнь» представила режиссер и известная российская актриса Анна Яновская. И сегодня Анна гость нашей студии. Здравствуйте, Анна. Рада вас видеть. Ань, в первые дни фестиваля здесь у нас, у вас жизнь интересная? Жизнь, она вообще интересная. Я как бы уже в первые дни фестиваля, а на самом деле я уже где-то нахожусь здесь дней 10. Представляете? Такая вдруг у меня, у меня бывает так, что-то как вступит в голову. И я подумала, раз уж я еду сюда, в эти места, всегда по всем рассказам моих коллег, это какие-то священные места, места силы. Первый раз вы здесь у нас. Да, я много слышала. И вот подумала, раз уж я сюда еду, раз такая вот честь мне оказана, что меня пригласили на Шукшинский фестиваль, еще и фильм будут мой здесь показывать, ну мне нужно посмотреть Алтай. И я, честно говоря, по своей необразованности подумала, что Алтай, ну в общем, это Барнаул, это Барнаул, а так где-то дня два до Барнаула я, значит, тут проеду по Горному Алтаю, посмотрю, все-таки места интересные, нужно вот. Вот. И начала, когда звонить, узнавать, а мне говорят, да ты что, ты всего лишь день будешь до нас ехать до Горного Алтая. Я не знала, что там есть такие места, как Джазатор, например, что это аж до монгольской границы весь наш Алтай, что страна, в общем, наша огромная, вот представляете. Вот. И я, когда поняла, в общем, в чем дело, я поехала чуть пораньше, где-то дней за восемь, и сейчас я объездила, ну практически весь Горный Алтай до монгольской границы, добралась и вернулась вот назад сюда, в Барнаул. Впечатление. Коротко, конечно. Слушайте, это невозможные, у меня невозможные впечатления, у меня просто какая-то, честно говоря, это все-таки действительно вот фантастический край. Это фантастический край, это здесь даже какие-то вот озарения как-то вступают в голову. Потом мне еще очень повезло, я встретилась с замечательными людьми, которые показали мне Алтай. Ань, ну тогда поговорим все-таки уже о вашем фильме, который вы здесь представляете. Фильм, я уже сказала, называется «Интересная жизнь». Это ведь ваш дебют в полнометражном кино. И дебют, судя по тому, что вы на нескольких фестивалях получили призы, он удачный. О чем этот фильм? О Якутии вы сказали. На 15 фестивалях. На 15 фестивалях. Это очень уже такое. Этот фильм, в общем, можно сказать, что начинали мы его снимать о феномене якутского кино. А вы знаете, что в Якутии там кинобум, что там снимается очень много фильмов. Ну как Голливуд практически. Да, это якутский Голливуд. И вот как-то эта тема очень, этот образ какого-то северного города, где снимается очень много фильмов, где люди живут какой-то жизнью, творческой, интересной жизнью. Он как-то меня вдохновил, и я решила снимать, исследовать этот феномен якутского кино. А в общем-то, когда мы уже сняли, я поняла, что мы снимали о феномене Якутии как таковой. Потому что это тоже удивительное место. И чем-то оно созвучно вот для меня с Алтаем. Это, во-первых, это тоже тюркские народы. А это всегда что-то связано с каким-то третьим измерением, с каким-то другим пространством. Вообще меня интересует вот тема расширения пространства вообще вот в жизни и в твоем существовании. Потому что рамки наши очень сужены нашего мировосприятия. И в Москве, и в Питере, там как бы движешься по своему коридору. А когда ты попадаешь вот в такие места, пространство, оно настолько расширяется. Настолько ты понимаешь, что возможности безграничны. И в тебя вселяется какая-то такая внутренняя сила, которая помогает дальше жить. Я знаю, что съемки в Якутии были очень сложными и полны неожиданностей. Вот некоторыми поделитесь с нами, с нашими зрителями. Очень было много приятных неожиданностей и разных неожиданностей. Например, мне подарили настоящий якутский бриллиант. И не кто-нибудь, а тогда вот был глава республики Егор Афанасьевич Борисов. Уже после нашего разговора, когда он просто нам решил помочь, поддержать наш проект, наш фильм. И потом говорит, вот сейчас я хочу подарить вашему режиссеру наш якутский бриллиант. И достает, он такую коробку открывает, и там вот таких вот размеров бриллиант. И так вот через весь стол подвигает ко мне. И у меня где-то секунд на 40 помутнение в сознании. И я думаю, боже мой, может уже вообще не надо никакой фильм снимать. И когда он так придвигает, я смотрю, там написано, привет из Якутии, Сваровский. Ну, сувенир. Но на самом деле этот сувенир положил очень такое настоящее начало нашей взаимодействия. И действительно, и глава республики, и вообще республика помогла мне очень. И обеспечила нас очень многим. И поэтому я хочу уже наконец когда-нибудь приехать. Ведь там еще не было премьеры фильма. Не было премьеры. А фильмы мы объездили уже. Как бы мы объездили уже, где показывали. Да, мы объездили. И за границей вы очень много его показывали. Как зрители воспринимают? Потому что, я так понимаю, критики хвалят, и у вас очень много призов. И вообще, о чем нужно сейчас снимать кино, чтобы зрители ходили? О, это такой вопрос интересный. Ну, я понимаю, да. Вы знаете, мне кажется, я лично не ориентируюсь. Ну, то есть я, естественно, где-то на седьмом круге подсознания ориентируюсь на зрителя. Но я доверяю в этом смысле себе то, что мне будет интересно. То, что реально интересно не так, что вот реально интересно мне, и должно быть реально интересно зрителю. Опять же, может быть, это будут не все зрители. И как Гоголь говорил, что вот вышла книга. Вероятно, где-то есть и ее читатель. Поэтому главное, чтобы было интересно мне, а тогда это будет интересно вам. А зритель вообще как воспринимал этот фильм ваш? Здесь у нас, в России, с границей. Вы знаете, ну, это может быть так интересно, вот такие мои наблюдения. Я люблю вообще смотреть на зрительское восприятие. И очень интересно, что в каждом кинотеатре это как разный фильм. И в каждом месте. То есть, ну, естественно, это один и тот же фильм, но как бы восприятие мое, и как я смотрю, как люди воспринимают, вдруг слагается там каждый раз разный фильм. И каждый раз, куда бы мы ни приезжали, люди говорят, а может быть вы приедете и к нам, и тоже о нашем крае. А вот это был мой следующий вопрос. Потому что снимите такой фильм. Об этом я тоже читала. Так вот, об Алтайе-то снимите фильм. Вы знаете, конечно, Алтай меня очень привлек, я скажу честно. И у меня даже есть одна мысль, чтобы можно было тут снять. Она вот родилась как раз сейчас, во время вашего визита? Ну, она, можно сказать, что она сформировалась, да. Я поняла, потому что вот мы были в тех местах. Это, конечно, очень, это полусказочные места, такие, там, Гейзерово озеро, например, или Катуирык. Вот. И это какое-то вот мне хочется придумать молодежное фэнтези. Честно говоря, мне бы хотелось снять фильм такой, как вы говорите, вот зрительский. Все-таки вы приехали на Шукшинский кинофестиваль. Василий Шукшин, вам ближе, как актер, режиссер или драматург? Вы знаете, это, он настолько многогранная личность, поскольку я все-таки интересуюсь современными авторами и, ну, я имею в виду прозой, романами, и я много читаю. Вот, естественно, я читала его и читаю. И сейчас я как-то прошлась по его рассказам. И с большим, он, конечно, человек с большим юмором и очень мне близок его стиль. Вот. И фильмы я его люблю. Я не могу разграничить. Есть такие люди, которых нельзя как бы разделить, где он лучше, где он хуже. Он просто талантливый человек, и этот талант, он как бы покрывает все, все, чем он занимается. Анна, ну вы же актриса. Ну, вы же актриса. И с известными актерами играли. Почему в какой-то момент вы вообще решили встать по другую сторону камеры? Вот я говорю, вот у меня есть такое, мне хочется все время расширять пространство. Вот это тоже, это же, да? Я вот не могу идти по узкому коридору, как бы. Актерство это такой все-таки узкий коридор для вас, да, оказался? Ну, это узкий коридор, во-первых, в плане даже общения человеческого. Ведь актеры, они все-таки немного в своих тех самых, они соответствуют даже своему образу. А мне всегда хотелось быть свободной в этом смысле. Вот я сейчас абсолютно, я очень люблю играть, и я играю в театре, и снимаюсь кино периодически. И с удовольствием бы снималась у своих коллег, у режиссеров хороших. Вот. Но стала я режиссером только вопреки, потому что я как-то снималась в очень большом сериале, в заглавной роли. И как-то по 14 часов в день, как-то у меня были такие, мы придумывали там сами сценарий, как-то редактировали его. И я все подумала, боже мой, ну если мне это интересно, если я все время как-то пытаюсь все улучшить, ну не лучше ли создать свою систему координат и как бы в ней существовать свое пространство с людьми, которые тебе приятны, и что-то создавать. Вот. Но это не о том, что вот я не люблю там сниматься, ну я очень люблю это делать. Ну вам интересно и то, и другое, но режиссера сейчас интереснее. А почему Шукшин вот писал, снимал и снимался? Ну да, почему вы не можете так? А почему я не люблю? Я читала в интернете о том, что президент нашего Шукшинского фестиваля, Виктор Мерешко, когда ваш фильм «Интересная жизнь» показывали в доме кино, он говорил, что ажиотаж был как на фильмах Никиты Михалкова. Вот что дальше? Чем будет заниматься именно режиссер Анна Яновская? Именно режиссер Анна Яновская, у нее есть ряд замыслов, проектов. И ближайшие планы какие-то, да, уже это ваши? Ну да, да. И в частности, очень бы хотелось найти человека, который бы был моим соавтором и продюсером. Потому что вот как-то у нас преподавал недолго на высших режиссерских курсах такой режиссер Кшиштоф Занусси. И он всегда говорил, вы знаете, никогда не отдавайте свой сценарий продюсеру, вот так вот уже готовый. Потому что чужой сценарий – это как чужой ребенок. Вы должны создавать и вовлекать продюсера в свои замыслы. И если он заинтересуется, вот, и вы вместе с ним дальше должны этот сценарий создавать. Поэтому вот мне бы очень хотелось найти такого продюсера, который бы и соответствовал и моему мировосприятию, и чтобы с ним можно было как-то контактить. Это очень важно, потому что у каждого человека свое мироощущение. И вот найти вот такой вот контакт, чтобы с ним дальше идти и создавать этот проект – это очень важно. А проектов вообще много, я так понимаю, в голове есть. Ну да, много. А как? Так, режиссерский портфель. Ну, мы ждем вас на Алтае, чтобы вы что-то сняли все-таки здесь у нас, в нашем крае. Я бы с удовольствием. Я желаю, чтобы это у вас мечта или, я не знаю, не мечта, может быть, какой-то проект сбылся обязательно. Спасибо, Анна. Спасибо. А я напомню, что сегодня мы говорили с Анной Яновской, режиссером и актрисой. Спасибо. Спасибо.